друзья всем привет меня зовут юля вы на моем канале сладкий персик и сегодня у нас с вами очень вкусный и наверное самый популярный у нас россии рецепт мы будем готовить блины блины у нас делают и на кефире и на молоке и на сыворотке на простокваши и вообще просто мне кажется фантазии безграничные даже на минералке делают и даже мы делали на минералке но сегодня мы с вами сделаем красные русские блины они делаются на дрожжах дрожжи мы будем использовать вот такие вот сухие быстродействующие нам понадобится примерно 200 грамм муки 500 миллилитров молока дрожжи 1 чайная ложка 2 яйца 1 столовая ложка сахара щепотка соли и масло масло можно брать сливочное примерно 60 грамм или растительное примерно 2 столовых ложки мы буквально позавчера вернулись с отпуска у меня на всморк я не знаю это акклиматизация или опять простыла поэтому немножко сегодня буду гнисявить но я думаю что на вкус блинов это никак не повлияет смотрите мы сейчас с вами берем большую миску и смешиваем в ней сначала все сухие ингредиенты я не зря сказала то что у меня дрожжи вот такие сухие быстродействующие потому что с ними не нужно делать опару мы их сразу добавляем в муку если вы используете дрожжи в брикетах то технология приготовления будет немножко отличаться мы с вами получается в миску насыпаем муку дрожжи соль и сахар больше сухих ингредиентов у нас нет теперь мы берем вот такой ручной венчик или обычную столовую ложку и все это просто перемешиваем нам нужно чтобы все сухие ингредиенты равномерно распределились все смешали теперь мы разбиваем в миску яйца и затем добавляем теплое молоко смотрите здесь очень важно чтобы молоко не было горячим потому что если мы нальем в тесто кипяток то дрожжи просто могут умереть они не будут действовать и тесто у нас с вами не получится той консистенции который должно быть поэтому молоко примерно ну 40 45 градусов смотрите когда мы добавляем жидкость в тесто в любое и нужно добавлять очень маленькими частями добавили немножечко хорошенько размешали до максимального однородного состояния и затем добавили остальную часть и тогда тесто у нас получится без комков и даже миксер нам не понадобится то есть это можно сделать ложкой вилкой или вот таким вот ручным венчиком смотрите мы добавили все молоко и какая у нас получилась консистенция мы сейчас что делаем мы накрываем блюдо полотенцем и убираем постоять в теплое место примерно на 30 минут можно оставить на час я сейчас расскажу лайфхак как это сделать быстрее потом мы с вами посмотрим насколько тесто у нас поднялось какая у него густота и при необходимости добавим еще немножечко топлого молока или муки и добавим также сливочное масло растопленное лайфхак для того чтобы тесто поднималось быстрее мы с вами включаем электрическую духовку на самую минимальную температуру у меня это 50 градусов и ставим туда блюдо у нас прошел почти час и посмотрите какое пышное стало тесто дрожжи сработали и теперь мы добавляем сливочное масло перемешиваем и идем жарить у меня уже сковородка специальные блины разогревается она должна быть хорошо разогрета и жарить я буду без использования масла потому что масло у меня уже есть здесь но здесь как обычно мы наливаем и вот так вот хоп 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 быстренько делаем потому что тесто у нас довольно плотная я не стала делать слишком жидким вот посмотрите на консистенцию вот такое то есть оно как тесто на кефире можно добавить молока и тогда или теплой воды и тогда блинчики получится потоньше но мне нравятся такие он вот 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 Ну что, друзья, наши блины получились довольно необычные, потому что они сделаны на дрожжевом тесте Они такие воздушные, слегка пышные и довольно-таки толстые Мне кажется, что с начинкой, особенно со сладкой, они пойдут просто великолепно Готовьте такие блинчики, пишите ваши отзывы в комментариях А также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Мы там выкладываем рецепты, новости и все самое интересное Продолжение следует...